После московских выборов, то допуск Алексея Навального был практически неизбежен, поскольку поправками к законодательству выбили из седла Михаила Прохорова. Если бы был Михаил Прохоров, то, наверное, власть вряд ли бы пошла на такую опасную для нее операцию, как регистрация Алексея Навального. Но Прохорова выбили, решили сделать выбор стерильным, потом поняли, что Москва это не Урюпинск, и что возмущение в Москве будет очень сильным, и будет, безусловно, крайне негативный общероссийский и мировой резонанс политический. И поэтому было принято решение все-таки Алексею Навальному дать избираться. Серьезно власть не предполагала, что он сумеет организовать такую яркую эмоциональную кампанию, очень активную, напористую. И я думаю, что для власти это неожиданный результат, который показал Алексей Навальный. Но тем не менее им удалось буквально на полушаге удержать легитимность Сергея Собянина. Они показали, что вроде бы... Нет, ну на самом деле выборы прошли значительно чище, чем это было в любой другой предыдущий период. И, наверное, мы можем сказать, что серьезных масштабных фальсификаций в Москве не было. Я опускаю вопрос о выездных уронах, я опускаю вопрос о каких-то социальных вот этих подачках, которые давались накануне выборов. Тем не менее, на самих стационарных участках, я так понимаю, что много серьезных нарушений не выявлено. Поэтому выборы в Москве были по сравнению с другими регионами чистыми. И другой вопрос, что там было 51,5% или 49,5%, это вопрос, который действительно должен, по идее, в правовом государстве решаться в судах. Но мы нашим судам не очень доверяем, поскольку они, к сожалению, являются институтом политической ангажированности, институтом обслуживания власти. В этом вся трагедия. Страны, если бы можно было верить в суду, наверное, сегодня бы и Алексей Навальный, и представители Собянина, они бы там доказывали свою правоту, и мы бы поверили объективному честному суду в его решение. Сегодня этого нет. Поэтому это, как говорится, Москва, она стоит особняком. Я думаю, здесь сыграла свою роль и некая позиция самого Собянина, который не хотел скандалов вокруг избирательной кампании, который не хотел каких-то неадекватных действий. Я точно знаю, что он был против жестких мер в отношении Алексея Навального в Кирове. и был одним из тех, кто присоединился к требованиям о его освобождении. Но, тем не менее, борьба есть борьба. Алексей Навальный провел это очень достойно. И если Кремль будет продолжать, скажем, линию на, по крайней мере, честный подсчет голосов, то это может несколько изменить политическую ситуацию в стране в любом случае. Продолжение следует...